сейчас подумаем да наверно голубым да значит синенький цвет возьмешь белильца возьмешь синильца полностью избавишься от белого причем можешь не густо вот с такой проседью вот полностью 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 и немножко вот этой проседью порисуешь рисуночек то есть основные веки рисунка синим теперь будем укладывать сначала в пользу красноты а потом все больше в пользу желтоты не любит желтый сразу втыкиваться в голубой поэтому сначала в пользу розовиночек которые ты их даже вполне желтят на этом пользу розовиночек очень хорошо уложила идеально вот они розовиночки даже из-под них может где-то чуть-чуть мигать голубизна пускай мигает белизна вот так дальняя которая тоже сначала чуть-чуть с розовизной вот эти вещи тоже все все понакидать но кладешь густоты столько чтобы мочь еще потом снабдить еще густотой чтобы не было вот такого слоя после которого уже ничего давай ну ты ж темнее розовый посмуглее чужин такой белый у тебя старайся так ну можно подошвырять всего всего что там есть уже с густинкой выдавить белил допустим картину разрезает розовый розовый плюс синюшечку даже не голубизной именно синьку и вот прямо на швыряешь густятинки краски макательно чиркатель на вот такое вот такое на швыряешь зеленинку будешь брать голубой сидеть мы брали синий золубой с коричневым будет такой зеленоватый оттенок зелени и темной зелени в этот чернялость теневых чуть больше желтого и там плюс коричневый будет такая тепленькая светлость вот такая светлость будет понашвыряйте у этого каркас синего до пары можешь удерживать он красиво там его уже мало но пусть будет чуть-чуть не увлекайся гигантскими замесами вообще на палитре не должно быть этих слишком гигантских замесов дело в том что вот этот розовый который ты там видишь он есть у меня очень ядовитый цвет сейчас я только не знаю но его можно использовать в качестве только в этом месте потому что если его где-то смешать в этом месте порозовеет как у ребенка с улицы когда он приходит эти щеки горят или диатезик вот такое будет поэтому постарайся этот цвет если тебе сейчас его найду использовать только в розовом подвинуть немножко подвинуть этот голубой выдвинуть сюда этот наш зеленый набросать зеленый так ну так все движешься в очень культурненько умненько молодец тень можешь повозвращать сейчас этот розовый подумаю где взять его где-то здесь надо синьку не не голубую ты голубую с розовым смотри у нас тут вместо утрамаринок оказалась голубая вот это синюшечка то есть ядовитенькая синюшечка лежачий характер можно идею камушков вот так понатоптать понатоптать а потом слегка фактурку придавить тоже синюшечкой небо сначала упакуй а потом на края выйдешь все таки сначала упакуй небо можно даже кистью набрать 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 и чтобы потом уравнять идеи придавить потому что в принципе у нас здесь характер письма и будет именно такой что касается вот это вот этого пятна значит у нас здесь чернявенький чернявенькая полосочка одна чернявенькая полосочка другая кладем режем укладываем голубенький цветик укладываем голубенький цветик вот так этим ставеньком укладываем а даже не не даже вот так укладываем сверху укладываем а потом делаем вот эти прорези и все то есть так самое технологичное было бы то есть прямо сверху то есть эту темноту ты укладываешь так чтобы она влезла в ткань а это укладываешь как бы накладывая тогда ты получаешь возможность вырезать темноту эту коричнево-красный значит не коричневый разбила коричневые с розовым там что-то вот такое оно достаточно едкое вот свои коричневости красноте уложишь покажешь идею идею этих деревянных мотивов черноты не добраны чуть-чуть предобрать дом не в этом направлении а в этом крыша есть там такое да но единство что это будет после неба давайте здесь нужен вот он вот он вот если что его ничем не перемешивать ну культуру мультики так не показано к сожалению идея крыши которая торчит посмотрю сейчас появилось вот это звучание и появилась конструкция да у пятна то есть эта крыша у которой светил светло макушечка у которой пусть даже и нету там ничего но чуть-чуть угадывается свет и толщина крыши чуть различить подожди чуть различим свет но плоскости зону чуть различенцы нет там есть это не просто белое пятно это часть вот это очень актуальна так бирюзовый уже много просто море не всегда море очень 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 и все как Игорь да нет более более а вот этот очень актуально смотри прямо свет на этом почти перешел свет да вообще продаж если муси то муси вот 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 Теневая, чернявенькая такая штуковина. Девочки, у меня неделю назад, не знаю, кто был на прошлых уроках, я тогда проговорил это, как раз был урок, и я вышел на балкон, и там ВКонтакте мне девочка написала. Что вот продалась картина за 150 тысяч рублей. Причем на этой же выставке, на которой она это сделала, на этой же выставке заказали картину за 200 тысяч рублей. Так что при удачном месте и времени все может быть удачно. А что за выставка? Какая-то там, она из национальных окраин, и там это... То есть не в Москве? Нет, не в Москве. Но это как раз не в пользу. На этой национальной окраине не могли бы быть такими цены. А вот были. Я и так тому, что это очень часто встречающая ситуация. Она девушка, которая не нуждается в коротких деньгах, она не очень торопилась избавляться от своих картин. Как следствие, ее принудили их купить, потому что, ну вот эту картину, принудили тем, что ну понравилось. Ну цена, вот тогда цену готовы заплатить. А если художник торопится, старик и ребенка держит в руках, сидит и держит в руках подростка ребенка. Ну такая трогательная вещь, хорошая, удачная вещь. Вот. То есть ей как бы предложили цену, от которой она... Да, 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 было именно так. Но при этом с этой же выставки ей сделали заказ на 200, ну картину за 200 тысяч. Так что... А не поняли, что она меньше. Да, да. Так что не пугайтесь, если с вами происходит или хочет произойти то же самое. Это уходящая вдаль. Туда. Уходящая вдаль. А что это? Видишь, да? Чуть-чуть там идея крыши. Красненькая, да? Чуть-чуть. То есть сразу оформила спитного, правда? Уместно. Чуть теплее, ну особенно если б желтый звук на туалетре. Чуть теплее вот эти вещи. Даже с красниночкой. А что это известного художника? Красненькая. Не хватает оранжевизны. Смотри. Вот часто новичок не умеет общаться именно с зелеными. Как только у него много зеленого, он не знает, что с ним делать. У него два варианта зеленого. А зеленый можно и так, и сяк, и голубизна, да? Сколько можно. И разбелый. И желтотой разбеленной. И даже оранжевизной. Хорошо? Давай так. Ну хорошо у тебя движется. Давай, дополняй содержанием. Тема нашла художника. Размешность, следующий, спасибо. Можно снять река. Нет, нет. Так, а то, что меня следующий занято уже... Ну, я уже... Да. А как вы видя, что-то я уже была? Вот эта медь-то мне очень нравится. Мне нравится? Нравится. Ну, а мне много своих мест нравится. Ну а что, бумажку что ли? Что, что-то... Да, нет. Просто запомните, да? Этот розовый задействовал, да? Чуть-чуть одинаковые два следочка темных. Смотри, я их разбил и они запутались. А где наше растение? Странный, тогда странный. Можем. Чуть ядовитее. Чуть внятнее подоконник. Смотри, да? Вечно. Тенечка под них. А я тут еще только несколько недель назад носился. Какие-то жуткие деньги платил за то, чтобы мне какую-то квоту дали на иммигрант. Интересно, сейчас получение документов как-то упрощено? Конечно. Ну для Крыма конечно. А вот я ж бегал тут как иммигрант. Сначала РПВ или ВРК, потом еще что-то. В общем, повеселился. Четыре тысячи долларов только на эту ерунду заплатил. Это даже не ПМЖ. Это пока так. Вид на жительство? Нет, это еще не вид на жительство. Это регистрация временного проживания. Это же вроде тысяча стоит рублей. Да. Особенно, когда сейчас все ломанулись получить... Гражданство. Да хотя бы РВП. РВП это что? Временная регистрация. Временная регистрация. Это не зарегистрироваться в Москве. Это то, что ведет к ПМЖ. В общем, кошмар. Демороль на слово. Еще какой. Порвать одинаковое. Да. Смотри, как с этими... Светлотики. Ага. Еще я могу закручивать? Отлично. Так. Вот.